Цветом неба называется небо. Смотри, развернула ультрамарин, штриховательна, полностью на весь формат, цвет неба. А, хотя можно вот отсюда взять. Смотри, какая идея. Здесь небесно-голубая в небе, а ультрамарин в горах. То есть такого в природе быть не может. Это преувеличение. Вот и мы можем преувеличить, и будет прикольно. Давай. Значит, небесно-голубая у нас правда заканчивается. Хватит. Я думаю, что тут не так. Как-то было, знаешь, это жидко, я подумала, что может чуть не так. Да, точно. А потолще, да, значит побольше? Да, вот такой. Разбеленный. Вот такой. После этого удавишь. Вот так удавишь. Почему у тебя не удавлю? Потому что здесь малая поверхность, а здесь большой кусок неба. Поняла? Поэтому здесь удавлю. Куда здесь? Сюда вдвое больше вещества. То есть вещества должны быть только, чтобы было что удавить. Поняла? Вот когда вот есть что удавить, даже излишек появляется. Излишек убираем, а оставшиеся нас интересуют. И здесь тоже должно быть вещество, не меньше. Но уже в усыновении. Не слишком циро, все нормально, да? Нет, не все нормально. Очень интересно. Ну, только что ты видела, как укладывать эти скалы. Поэтому тоже может кстати кадмий задействовать вот этот красненький. Ага. Он выдавишь, если что. Смотри, чуть-чуть, и он уже не такой агрессивно синий. Угу. Делаем, как красиво, чтобы было. Делаем, как красиво, чтобы было. Угу. 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 Только что ты видела, да? Как укладывать снег. То есть берешь... То есть сначала создаешь некий рельеф. Ну уже какой-то рисунок этого скальный есть. Угу. И не переживать, если снег я не так положу, потом все уберем, да? Конечно. Конечно, все это можно двигать, перемещать. Угу. Угу. Вот этот ущель. Вернее, ущелье вот этот. Угу. У нас свет посредине получается, да? Там где-то там. Источник света здесь отсюда туда. Угу. Ну и не очень выражен, но больше сверху. Угу. 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 Я бы дома так не смогла сама решить. Так лепко, да, происходит. И ты помнишь цвет, который мы использовали для... Красный. Да, красный или розовый или красный. Можно плюс коричневый. Ну, плюс синький, плюс коричневый. Это для тени, да? Для цвета. Угу. Угу. То есть, собственный цвет скалы. Ну, это типа то, что нам коричнево всегда кажется, да? Получается то, что без снега. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, это то, что без снега. Они в природе часто даже менее в цвете выражены. Как правило, такие синие, разбелые, разбелые. Но лучше их чуть-чуть цветом снабдить. То есть, увидеть их цветными все-таки. Гораздо интереснее будет, чем просто белыми. Вот как ты делаешь, а сразу все так лежит. Ну, так я бы не смогла, конечно. Вроде так все просто выглядит. Давай. А-а-а-а-а! Вот так. Вот сюда. С концопками. Вот, и опять же, свет в тень. Откуда у нас источник света? Сверху, наверное, тут тоже надо добавить что-то. Так откуда? Сверху. Получается, я все делаю. А там, посмотри, откуда? С какой стороны тени? Что тени? Так. Ну вот, смотри, вот у нас предмет. Зуб. С какой стороны тень? С левой, а с правой что? Я не знаю. С левой, а с правой? Зуб, ты имеешь в виду, я просто не понимаю, что это гора. Вот зуб горы. Зуб горы. С какой стороны тень? Средине. Я реально не вижу. Ну, если взять вот так справа, если вот это все гора, да, такая одна. С какой стороны тень? Справа. Справа. Это вот это, да? Это же справа. Справа. Вот. Тень. Это тень, да? Угу. Так тень или нет? Вот то, что я сейчас показываю. Хорошо, что свет будет. Ну, это не тень. Это свет. А тень? С левой стороны. Ну, это же, слушай, ну, это же слишком очевидная вещь. Угу. Мало того, когда я показывал, я же проговорил это. Что, смотри, какой стороны свет. Вот с этой. Ну, я не говорю правой, левой, я сказал, вот с этой. В этих горах непонятно. Думаю, мы просто что-то нарисовали, что нам нравится. Так вот, форма без света и тени не рождается. Ты настолько не выяснила этот момент, что получилось, что же получилось. Свет здесь с правой стороны идет. И в левую сторону уходит тенистое. Вот оно тенистое. Здесь с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. И здесь тоже, с этой стороны. То есть мы здесь видим теневую сторону этого, этой горы. Угу. Не световую, а именно теневую. Осадочный характер породы. Осадочный характер породы. Вот с этими полосочками, полосочками. Видишь, да? Ритм полосочек осадочных пород. Так обычно выглядят скалы. Вот они с осадочными породами. Полосочек получается, да? Полосочек, да? Полосочек. Вот видите, да? Вот есть вот уклон. Вот когда они укладывались, когда-то, миллион лет назад, они укладывались вот по этой проектории. То есть потом скала подвинулась, вернее, выгнула ее и стала эта. А до этого это было дно, на которое оседало, оседало, оседало. Вот с этой стороны световая часть дороги. Я понимаю, что ты растерялась, когда я тебя прижал с этим светом, с какой стороны. Но постарайся все-таки такие элементарные вещи освеживать. Вот это ты сейчас свет делаешь, да? Да. Это собственный цвет скалы, который попал на будущее освещенное, виден нам в доступном, ну, в собственном цвете. Вот какого он цвета, так он нам и виден. И, наконец, снег. То есть все ровно наоборот, чем сделала ты. Обрати внимание, освещены зубики все с этой стороны. Ты сделала с другой стороны то же самое, но все то же самое с другой стороны. Все зубики, да, как бы... И зубики даже заслоняют один другого. Вот создается этот ступенчатый уход. Ну, я же поэтому... Естественно, ты же не привыкла эти вещи видеть и рассуждать. И я вот учу это сейчас наблюдать такие вещи. А вот снег внутри теневой. Он не бел, он в тени. Чёрный что-то, не понимаю я. Мне кажется, чёрный ряд. Значит, уже такие высокие, буду больше вот так стараться делать, а тут спад так вот. Вот, ну, я думаю, что ты уже сейчас... Только если вот этот кусок разрешают, типа, сбить. Потому что если мы будем переделывать... Либо мы, да, либо мы хотим унести картинку, либо мы должны переделывать... Ну, нет, я хочу, чтобы приносить тоже... Так, я думаю, что... Нет, я беру отсюда, я его выберу. А, ну, смотри, наверное... А, ну, смотри, наверное... Заберите тогда прямо вот... Насколько ёлку эти большие, мне не нужно сать. А как раз классная ёлка. Да, такая классная. Как жалко. Не-не-не, если она тебе такой не нравится, то очень умный. Не-не, она какая-то... Что, мне она как раз именно вот с такой нравится. Да? Да, мешает. Да, смотри, ну, так прям, что, молоденько? И это именно, да? Да, это упражнение. Да. Больше надо было на мне положить? Нет, всё равно. Есть чего-то? Угу. И так, в воде у нас, это самое, глянцевое, и мутно. 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 А над водой? Угу. Рыхло. 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 Так, так что, не дашь мне эту сосну нарисовать? Ёлку подожди. Ну, рисуй. Рисуй, как ты её видишь. Я вот такое и вижу, она мне очень нравится. Ну, так-то не нравится. Мы их просто, может, ближе друг к другу поставим, чтобы вот этой дырки не было. Может, её где-нибудь здесь ближе к центру поставить вот сюда. Вот она со всей своей лохматостью. Клинчонку чести. Элхашина transformative. Элхашина в newborn. Быти в наблюдبر всего месяца. Элхашина fullness. В авторовации много шоу. Ог agaree. Элхашина ссоу. Элхашина1000хая. Прикольно, да? Конечно, классно. То есть она как бы заинтересовала художника. Почему он нарисовал этот призрак? Потому что его очень тронула эта ель кудрявого. В отражении у нас, кроме зелени, отражается синий данник. Все это можно вот так сделать. Он тоже здорово укладывается. Снегала чуть-чуть. Добавит настроение. Смотри, какое зеркало воды, которое получается. Красочно. Наконец, передний план. Тень у нас будет, смотри, тени. То есть он будет тенист. А цветочки выйдут на свет. Ну, опять же, рассуждая свет, тень, можно это увидеть. Тень слева, вот от нее как принять ее. Значит, кусками будешь сбривать и пробовать подобные решения. Смотри, такой вот эффектный. Тень слева мутная, выразительная рядом. Это красиво, куда они сочетаются рядом. Просто беру краску и делаю там. Ну да. Такие. А елки оставим это или такой в ряд сделаем? Или все так? Вот надо посмотреть. Надо посмотреть. Чуть-чуть еще добавила. Это памятник там. Чуть-чуть еще добавила. Посмотрела. Нужно, не нужно. Чуть-чуть черт делаю в сторону. Вот такие хорошенькие получились. Отлично. Пускай будет. Низненькие такие, да? Порос или что. Ну, например. И не говори. Да. И не говори. А заодно эти выставишь. Здесь сбреешь. Это оставишь. Это сбреешь. Попробуешь задник. Здесь задний попробуешь. Угу. Понятно. Буду пробовать. А вот тут думаю, брать пусть пусть. Может твоя вода будет просто красивая. Так. Так я не выяснила. А вот две елки мои не получились. Ага. Качество укладки хорошее. Но здесь ты не выяснила, где свет, где тень. Ну вот я вот этот кусок, смотри, сделаю просто. Он вот лежит с ним. Но надо его так не положить. Эхэхэ. Хорошо. Смотри. Вот здесь. Да если смотреть сюда. Вот здесь маленький кусочек освещен. А остальное все в тени. В тени. Да. И вот эта гряда на свету. Это в тени. Какие кусочки на свету. Какие просто расставшиеся гряда. То есть, ну полное непонимание света и тени. К сожалению. То, что было. Это непонимание гора у меня. То, что выявилось, когда я тебя спрашивал. Оно никуда не делось. Это и есть оно. То есть, непонимание идей света и тени. Ведь тут на горах я вообще их не понимаю. Значит, берешь в качестве тренинга. Берешь картины художников. Известных, неизвестных. Но главное, что профессионально. И начинаешь для себя расследовать идею света и тени. Как решали художники вопросы света и тени. Особенно где это более выразительно происходило. Потому что ну такое вопиющее невидение света и тени. Это, ты знаешь, редкость. А вся форма она на этом. Вот так бы мог выглядеть этот лоскут. То есть, здесь в тени, а здесь на свету. Вот кусок скалы на свету. Вот кусок скалы в тени. И снег лежит здесь освещен здесь в тени. Значит, у тебя больное место очень больное. Вопросы света и тени. Кусок каменюки. Пусть себе. В елке что-то я только не понимаю, не получается. Или такие толстые получались. Чем-то стволы. Это было маленьким мастихином, да, все-таки? Где стволы? Вот это вот. Да нет. Это не стволы. У маленьких елок не стволы не видно. А вот тоненький, каким брали? Маленьким мастихином? Нет. Большим. Почему они такие толстые получались? Потому что техническое еще не совершенство в твоих движениях. Чуть-чуть прикладывать и... Чирк, да. Чирк. Похолсток. А я прикладываю, а потом... Ну да, вдавливаешь. Вдавливаешь. А нужно чиркнуть. Вот. Не обязательно все делать только мастихином. Вполне можно взять небольшую кисть и начать. деликатничать с этими елочками. Натапкивая их как бы. И этим можно. Просто мастихин дает поступок. А уже разработку можно сделать и кистью. Играет. Играет. Обратите внимание, что кисть я держу лежачей к холсту. Да? Возвращаемся к холсту. Здесь кусок местности в тени, а трава вышла на свет. И появилась еще одна ступень заслоненностей. А всякая ступень заслоненностей создает эффект пространства. Чем больше заслоняем, тем больше пространства. Ну и этого мало. А теперь темные заслонили свет. Неравномерно заслонили. И гриво заслонили. Но появилось это, заслонило то, то заслонило то, то заслонило. Следующее и так далее и так далее. Получается, чем толще краска, тем больше вперед вы получили? Нет. Да, фактура выпукливает сюда. Но в данном случае мы здесь довольно толстую краску использовали. Но вся из толстой краски состоит. Просто разумно использовали. Вот такой кусок. А получается светлое вставили, когда бы видом не было бы? Темно это чем сделало? Нет, вид был бы. Просто когда есть возможность еще прибавить в пространство, то почему же не прибавить? Ага. 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 Чуть-чуть сделаем закругляющийся бережок. Чисто для перспективки. А то уж очень было ровно, да? Как и там. А нам лучше, чтобы оно было по-разнообразному. И вот он уже такой легкий, да? Как из пластилина слепой. На воде очень часто есть вот такие следочки поколебленности. Замечала? Да. Вот они. Прям по зеркалу воды, да? Прикольно? Да. Придавливать их не будем, они так и останутся. Да, рыхлыми. Как они и выглядят всегда. Так. Ну что? Облачко нарисуем? Облачко. Да. Облачко. А тут может чуть-чуть темненько. Потому что вода подходит. Давай. Давай темненько. Нарисую. Вот темненько. Эффектно, чтобы облако зацепилось за... за скалу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...